Область исследования Головной мозг Проведено и МСКТ исследование головного мозга. При анализе данных использованы аксиальные, сагитальные и корональные срезы, мультипланарные и объемные реформации. Получено изображение суб- и суппоротенториальных структур головного мозга. В правой гемисфере определяется массивная зона понижения плотности до плюс 10-16 единиц Хаунсфилда, затрагивающая правую височную, лобную, теменную, затылочные доли, сегменты М4, М5, М6, М1, М2, М3 и плотность ствола головного мозга на ровне тентериального отверстия плюс 23 единицы Хаунсфилда, диаметр затылочного отверстия 28 мм, область турецкого седла не изменена, цистерна основания мозга не расширена, срединные структуры мозга смещены влево на 3 мм, компримирован правый боковой желудочек, желудочковая система мозга, третий желудочек не расширен, боковые желудочки симметричны, не расширены, перевентрикулярно, очаги лейкариоза, соборохноидальные пространства справа сужены, с сглаживанием борозд, слева борозды мозга умеренно расширены, кости свода и основания черепа не изменены, свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не определяются, миндально пролобируют затылочные отверстия на 2-3 мм, слуховые проходы проходимы с обоих сторон, симметричны, пневматизация гайморовых пазух, клеток решетчатого лабиринта, лобных и основной пазухи сохранена, патологические включения в них не выявлены. КТ-картина острого нарушения мозгового кровообращения по ишемическому типу в правой среднемозговой артерии по шкале аспект с 3 из 10. КТ-признаки ствола головного мозга, отек правой гемисферы, эктопии миндалин, дисцеркулерторной энцефалопатии.